Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... После открытия второй линии метро на ней было прекращено регулярное движение, но она постепенно затухала. С момента открытия метро еще несколько лет ходило в два раза меньше поездов. В 88-м году остались несколько поездов засылочных, одно, которое еще значилось в расписании для пассажиров, информация была. А сейчас те же самые засылочные поезда ходят уже без информации. Но, тем не менее, на них можно сесть, не запрещено двери, открываются для посадки. Но в основном для служебной, но ее пассажиры могут сесть. Я считаю, что вообще строительство второй линии метро именно вдоль Московского проспекта было ошибкой, поскольку намного дешевле было облагородить эту линию по образцу МЦК. А деньги потрачены на строительство подземки вот на этом участке, параллельно идет выше метров 300, могли потратить уже сразу на строительство других участков. Вот мы отправились на засылочном электропоезде со станции Харьков-Балашовский до станции Лосева, которая является сейчас основной конечной аналог станции Выкина в Москве, тоже на востоке. Но в Москве, естественно, больше пострадает поток, поэтому поезда после открытия станции метро Выкина продолжают входить на Казанский вокзал, хотя высадка и посадка на станции Выкина более чем на Казанском вокзале. Вот мы проезжаем там вдали, параллельно нам идет Московский проспект, что-то между ними за годы, Хэмс и другие. Будет три, в общем-то, таких заброшенных остановочных пункта платформы, Хэмс и километры, по-моему, 13-й еще какой-то. Субтитры создавал DimaTorzok Вот расписание 88-го года, где еще значились электрички, которые сейчас засылочные, ходили с Харькова-Подошовского. Но сейчас, повторяю, вот пункте я вам обозначен, движение прекращено. Тем не менее, мы едем на этой электричке, и, в общем-то, это на ней легально ехать. Но, как говорится, не для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Приезжаем многочисленные заводы, которые находятся между железной дорогой, по которой мы едем, и самим Московским проспектом, по которым идет метро. Вот это, по-моему, платформа Хэмс, заброшенная. Субтитры создавал DimaTorzok Вот покажу вам на другой. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, тут, кстати, показаны все стрелки разветвления основные, но тут она не соответствует географии, чисто схематическое. Вот мы едем, на самом деле это на восток идет. Субтитры создавал DimaTorzok Вот станция Лосева наша конечная. Вот вернемся к старой карте, повторяю, вот мы едем на участке засылочного электропоезда от Харьков-Балашовского до Лосева, где, к сожалению, в связи со строительством, с открытием метро регулярное пассажирское движение прекращено, остались только засылочные поезда. Субтитры создавал DimaTorzok Вот пока в сторону Лосева, от Лосева идет Хачугуев и дальние поезда идут, соответственно, на Купинск. И здесь уже проходил самый дальний мир и поезд, попавший в книгу Гиннеса «Харьков Владивосток», о котором у меня есть серия роликов, смотрите, кому интересно. Вот иная схема Вот по этой схеме У Альфея где-то едет horn 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 В одной этой схеме где-то в этом участке. Вот мы подъезжаем к станции Россия. Съемки повторяют 2009 года. Поэтому она подвергная состав. Собственно, не смотря, что он старый. Ну, тем более, что это угол Украины. Вот мы подъезжаем к станции Россия довольно неплохо входит. Похожа очень на станцию Тиксильщики в Москве курского направления. Как и по залу турникетов, так и по забору. Так и по навесу, в принципе, один к одному. Покажу вам полную картину. Итак, мы прибыли на станцию Лосева, конечную для пассажирского поезда дальнего следования. Видите, как похоже, ну, кто из Москвы смотрит, так похоже на станцию Тиксильщики. Продолжение следует... Это поезд либо Киев-Лесичанск, либо Киев... Нет, это в то время, наверное, Киев-Луганск. Киев-Луганск еще был. То есть, Киев-Луганск ходил через Хакев-Балашовский, не заезжая на главный вокзал Южный. А сейчас, соответственно, после 2014 года он два поезда ходит. Вместо... Ну, Киев-Попасное, и вместо Киев-Луганска ходит Киев-Лесичанский. Скорее всего, это он. Спасибо за внимание. И здесь на этом перекрестке... А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один... Санкт-Петербург 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 Воронеж передали в 1922 році в Воронежській області А в 22-м році Іллівська область де була? В Австро-Венгриї Опа! Так это не була ще? Ну ще Музика 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 А я из непогоду дорога